Всем привет, с вами Одинокий Копырь. Начинаем новую главу изучения, которая называется Древние сокровища. Часть первая. Клад Дьяковского городища. Долгие тысячелетия хранит московская земля, невостребованные ценности истории. Клады самого далекого, неизвестного по летписям, до письменного времени не раз обнаруживали археологи при раскопках городищ. Городищ, городок, городец. Так издавна называли на Руси старинные земляные крепости. Немало городищ оставили десятки веков интенсивной человеческой деятельности в Подмосковье. Сохранились такие памятники и на территории современной Москвы. До сих пор на южной окраине столицы, над широкими пойменными лугами Москвы-реки возвышается пирамидальный холм с валами и глубоким рвом. Через овраг напротив лежит старое село Дьяково, давшее имя и самому городищу. В народе этот древний памятник прежде звали как Чертово городище. Выбирая камень в осыпи холма, крестьяне не раз не встречали чертовы пальцы окаменелых моллюсков. Нередко попадались и громовые стрелы, наконечники древних стрел. Дьяковское городище издавна привлекало к себе внимание археологов. В 60-х годах XIX века здесь начал раскопки видный русский археолог Самоквасов. Первого исследователя ждала значительной удачи. Клад интереснейших бронзовых украшений. Любопытно, что среди предметов оказались также изогнутые и поломанные кривны и браслеты, явно предназначавшиеся для переливки, а также каменная литейная форма. Это несомненно свидетельствовал о том, что украшения изготавливались на самом городище. Раскопки Самоквасова и его продолжителей показали, что городище у села Дьяково относится к ранне железному веку, эпохе, когда люди начали добывать и обрабатывать железо, научились изготавливать железные орудия и оружие, отливать украшения из цветного металла. Археологи датируют этот длительный период в Подмосковье седьмым веком до нашей эры, шестым-седьмым веками нашей эры. Наиболее поздний этап раннее железного века в Подмосковье. Уровень производства и быт того времени характеризовали находки на Дьяковском городище. Кстати, по этому памятнику вся археологическая культура раннего железа в Междуречье Аки и Волге стала именоваться Дьяковской. Главное богатство городищ. Раскопки городищ Дьяковской культуре принесли науки значительные материалы. Ученые установили, что на каждом из городищ жил родовой коллектив от 50 до 200 человек, основным занятием которых было скотоводство, а подсобным охота и рыболовство. Главным богатством, вне сомнения, был скот. Развитие скотоводства, освоение металла способствовали и развитию земледелия. Для защиты от врагов и охраны имущества, значительную часть которого составлял скот, сооружались валы, рылись рвы, ставились ряды деревянного тына. Сложную систему древней фортификации проследили ученые при раскопках городища у посела Щербенко на реке Пахри, в лес Подольска. За кольцевым валом и линиями чистокола, на площадке холма Большого Кургана, как называют его местные жители, археологи открыли со следы длинного бревенчатого дома. Он имел внутренние перегородки, очаги в каждом из жилых помещений, хозяйственные ямы. С тысячами костей был насыщен культурный слой в поселке древних скотоводов. И наибольшее количество из них принадлежало домашним животным, лошади, свинье, крупному рогатому скоту. Из костей диких животных чаще встречались и кости бобра и лося. Тьяковцы были искусны в резьбе по кости. Один из древних художников оставил на городище резное изображение головы животного с чертами лошади и кабана. Почему в кладах железа? Железный век к началу возникновения Щербинского городища полностью вступил в свои права. К западу от жилья археологи обнаружили металлургический комплекс и несомненно связанные с ним клады. Процесс получения железа был тогда весьма несовершенен. Серьем служили болотные руды, встречавшиеся в обильным болотами в московском крае довольно часто. Сегодня эти руды, конечно, не имеют серьезного значения, но в эпоху средневековья они еще были основной сырьевой базой для черной металлургии. Болотная руда и древесный уголь засыпались в небольшой, сложенной из дикого камня и глины горна, имевшей в стенках отверстия, в которой пропускались глиняные сопла. Через эти сопла в горн, плотно закрытый сверху, при помощи мехов нагнетался в течение всего процесса плавки воздух. Шел процесс горения угля и восстановления свободного железа из руды. Однако при тогдашних технических средствах температура в горне еще не достигала той высоты, при которой железо приходит в жидкое состояние и может свободно вытекать из печи. Оно оседало на дне горна в виде тестообразной массы, которая застывала по окончании топки в виде небольших пористых слитков, называвшихся позднее на Руси крицами. Крицу можно было вынуть, только разобрав горн, поэтому для каждой плавки обязательно сооружался новый горн. Этот процесс получения железа условно называют сыродутным процессом, так как при нем в горн нагнетается сырой, неподогретый воздух. Крица, полученная из сыродутного горна, естественно, еще не могла служить сырьем для кузнечных изделий. Она имела пористую структуру. Крицу эту надо было предварительно хорошенько парковать. Теперь понятно, отчего железо в дьяковскую эпоху было дорогим материалом. Остановимся пока на этом. Не пропустите следующую часть. Также не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч на моем канале.